Друзья, в мире происходит удивительное событие. Это время невиданных до сели возможностей. Причем такие возможности открываются сегодня перед каждым из нас. Базовые конференции Zoom проводятся ежемесячно. Они дают уникальное знание и уверенность. Они повышают мотивацию всей группы. Мы не только информируем людей, мы даем им инструменты, показываем пошаговый путь достижения благосостояния. Мы учим людей использовать изменения, которые всегда есть и будут в нашем обществе. Важность наших конференций трудно переоценить. Новички на конференции получают полезную и обоснованную информацию. Руководители групп участвуют в организации конференции. Многие сами готовят выступления и делают презентации. Публичные выступления и их подготовка развивают наших партнеров как личность. Они становятся популярными. Растет их влияние и, соответственно, их богатство. В некоторых дирекциях нашей компании на базовой конференции допускаются только те лица, которые уже являются пользователями платформы Blockchain Capital. После прохождения пяти базовых онлайн-конференций каждый участник претендует на получение тысячи токенов BCT. Человек прослушал пять базовых конференций. Это верный показатель заинтересованности и готовности к сотрудничеству. Мы не пытаемся убедить каждого. Мы ищем людей, у которых есть потребность. Мы ищем тех, кто чувствует личную ответственность за свою жизнь и за свое финансовое благополучие. После посещения пяти базовых конференций необходимо пройти собеседование. Участник готовит небольшое эссе о себе, о своих впечатлениях и отправляет это своему спонсору. И ждет, ожидает, когда ему будет предложено два или три варианта времени для собеседования. Он для себя выбирает удобное для этого время. Базовые конференции, которые проводятся в Zoom, основной двигатель нашего бизнеса. Для создания быстрорастущей прибыльной группы необходимо совершать два простых действия. Первое. Купить билет на базовую конференцию. И второе. Пригласить на базовую конференцию несколько новичков. Эти два простых действия легко копируются партнерами и создают большие объемы продаж. Соответственно, возникают большие вознаграждения по всей группе. Собеседование – важная часть нашего бизнеса. Тебе нужна команда. А команда создается в три этапа. Поиск, отбор и обучение. Поиск, отбор и обучение. У каждого из нас есть право, с кем работать. У каждого из нас есть право, кому посвящать свое время и свои силы. Мы не убеждаем. Мы отбираем. Ключевые моменты при собеседовании. На что нужно обратить внимание. Когда будущий партнер заявляет, что намерен сотрудничать, то необходимо выяснить наличие у него необходимых ресурсов. Это предстоит выявлять во время беседы. Пока очевидно, что он хочет просто получить свои тысячи беседей. Итак, главный ресурс для успешного сотрудничества – это составленный, оформленный список его знакомых. Список, который не в голове. Список, который – это не номера телефонов в айфоне. Список, написанный на бумаге. Имена, телефоны и короткая характеристика каждого человека. Это ключевой фактор для успеха. Список – это ключ для входа в бизнес. Чем тщательно работа проведена над списком, тем успешнее будет бизнес. Второй важный фактор – это готовность к сотрудничеству. Одиночки обречены. Необходимо понимание важности того, что первое время ему необходимо заниматься только организацией конференц-колл с участием 5-10 новичков. И достойно представить слово одному из своих спонсоров. Далее только слушать, не перебивать и не усиливать работу спонсоров. Спонсор все сделает правильно. Сотрудничество предполагает взаимное доверие. Третий по значимости ресурс – это инструменты. Готовность развивать свои IT-навыки. Инструменты для любого работника – это важно. Спросите, какой у него персональный компьютер. Какие полезные программы, которые он уже освоил и использует в повседневной жизни. Какой у него монитор и другое. Это все важно для зрения, для здоровья и чтобы избегать быструю утомляемость. Бизнес будет развиваться по мере твоего собственного развития. Бизнес – это постоянное обучение и развитие своих навыков. Конкуренция, друзья, только усиливается. В современном мире пользовательские навыки выходят на первое место по значимости. Когда я беседую с человеком, в голове у меня всегда звучат два вопроса. Стал бы я слушать его, если он предложит мне какой-то проект? Стал бы я слушать этого человека, если он будет предлагать мне что-то деловое? И второй вопрос. Хочу ли я, чтобы он был моим руководителем? То есть могу ли я представить себе, что он уже опытный сотрудник, а я и только еще начинаю, и он будет моим спонсором? Если мой совеседник получает у меня два очка, то с ним я продолжаю конструктивную беседу. И развиваю с ним деловые отношения. Если нет, друзья, то нет смысла и дальше разговаривать. Мы не можем изменить людей. Мы можем только видеть их, слышать их и понимать их. Продолжение следует...